Привет, меня зовут Михаил и я очень люблю еду. Кто не знает салацезарь, ну по крайней мере все слышали, а многие ли пробовали? Сегодня я буду делать настоящий салацезарь. Что мне нужно? Листья романа рву руками как всегда и кладу в ледяную воду, потому что листья вялые, надо чтобы они немножко ожили. Только романа, никаких других вариантов не существует. Самая ужасная вещь, которую я видел в своей жизни, это байцхай китайский, маскирующийся под романом. Перемешиваю, заливаю немножко холодной воды, ну теперь будем ждать пока салата живет. Теперь для цезаря мне нужны крутоны, поэтому беру хороший белый хлеб и режу его кубиками, примерно сантиметр. Срезаю, срезаю корочки, они мне не нужны. Раз, два, три. Так, крутоны сюда, оливковое масло, совсем немножко. Оливковое масло. Перемешиваю, распределяю, чтобы они были ровно и отношу в духовку ставлю. Духовка у меня разогрета до 250 градусов, гриль с вентиляцией, внимательно, чтобы не сгорело. Теперь самое интересное, пока готовится хлеб и оживает мой салат, я делаю соус. Никогда, никогда не бывает заправки для Цезаря, из покупного майонеза, особенно соевым соусом. Это просто блин, ужас стихий. Для соусов не нужно оливковое масло, ворчисто, моденнский уксус, яйцо. Я использую только пастеризованные яйца, потому что с ними безопаснее. Чеснок, лимон, соль, перец, все. Я делаю соус только сам, потому что именно соус делает Цезарь Цезарь. Без хорошего соуса у вас будет прям ну то, что не надо есть. Итак, что я делаю? Сначала я беру чеснок и, как обычно, разминаю его. Отрезаю попку. Соль. Самый лучший способ делать чеснок, растирать его с солью. Соль выступает как жернова практически на мельнице. И у меня чеснок превращается в очень такую однородную пасту буквально за минуту. Мне не нужна давилка, ее не нужно мыть. В общем, одни только плюсы. Вот что у меня получается. Идеальная паста. Раз. Теперь я беру яйцо пастеризованное. Разбиваю его в емкость. Два. Ворчестер. Ворчестер даст глубину вкуса. Да. Несколько капель. Ацета бальзамика. Бальзамический уксус. Не нужно очень дорогой. Две ложки столовой полторы. Теперь я беру погружной блендер и взбиваю соус. Ну, к сожалению, наверное, не очень видно, но пока это просто такая пенка. Дальше я буду делать эмульсию, добавляя постепенно оливковое масло. Сначала я начинаю буквально с нескольких капель. Пока, откровенно говоря, все это выглядит как вода. Продолжаем мешать. Теперь масло можно слить немножко смелее. Жидкость начинает постепенно густеть. Жидкость еще густеет. По сути дела, то, что я сейчас делаю, это некое подобие соуса айоли, майонеза и так далее. Очень сходно, да. Сюда не добавляется горчица, но основа это яйца и оливковое масло. Сейчас наступает волшебный момент, когда совершенно чудесным образом вдруг у меня все это становится густым. Вот вдруг у меня этот соус стал густым. То есть вот он пока еще немножко жидкий, но... Сладость бальзамического уксуса немножко такая... Деликатный привкус... Деликатный привкус ворчестера. Яйцо дает кремовость вместе с оливковым маслом. Оливковое масло дает горчинку. Не хватает кислоты. Я беру и выдавливаю сюда сок где-то 3-4 чайные ложки свежего лимонного сока. И теперь у меня соус. Мне не нужно, чтобы соус был супер густой, как майонез стоял на ложке, да. Я могу добавить еще оливковое масло и тогда соус станет гуще. Все, мой соус готов. Я его отставлю на 5 минут в холодильник, пока у меня готовятся крутоны. Крутоны на грани. Мог немножко даже меньше жарить, в духовке ставить, но нормально. Крутоны готовы. Я их пересыплю сюда. Соус у меня готов в холодильнике. Крутоны готовы. Салат у меня увеличился в объеме. Его скоро можно будет сливать. Осталось еще два очень важных ингредиента. Это анчоусы и сыр пармезан. Это мой последний кусок пармезана. Поэтому я не знаю, что я скоро буду делать, с чем я буду готовить. Я думаю, что я уже буду давно в Италии к этому времени, но пока непонятно. Значит, что мы делаем? Мы берем очень тонко, режем пармезан. Некоторые его труд, я считаю, что тереть хуже. Я люблю, когда он порезан такими тоненькими кусочками, где-то миллиметр, наверное. И потом, когда я буду салат заправлять, я его еще поломаю руками, и он будет той консистенции, которая мне нужна. Значит, здесь примерно 30-40 грамм. Теперь анчоусы нужны. Если вы не можете найти анчоусов, ничего не кладите. То есть никакие кильки, шпроты в масле, да, не надо класть. Мне нужно буквально... Как раз здесь три анчоусы. Буквально три анчоуса мне нужно. Я их режу на такие диагональные полоски. Все. Я готов собирать мой цезарь. Первое, что я делаю, я сливаю воду. Салат промылся. Это жмем остатки жидкости. Вот какой он красивый. Листья стали хрустящими. Как будто я только что сорвал их с грядки в каком-нибудь фермерском хозяйстве в районе Рима, да. И салат значительно, конечно, увеличился в объеме. Я беру мой соус. Вот какой он получился. Вот он такой по консистенции. Как жидкий такой майонез. И щедро добавляю. Нам не нужно, чтобы листья салата плавали в соусе, да. Но, тем не менее, соусу не жалею. То, что осталось, я перелью в стакан. Поставлю в холодильник. Это хранится 3-4 дня. Потому что яйца, как я говорил, я использую пастеризованные. Я перемешиваю салат. Что еще нужно сказать про Цезарь? В Штатах очень любят добавлять куриную грудку или креветки. Это становится типа самостоятельным блюдом, да. Я не сторонник этого. Я обожаю Цезарь как просто закуску или как гарнир. К любому мясу, к любой курице, к любой рыбе. Оно абсолютно универсальное. Почти что как картошка. Теперь я добавляю немножко. Крошу сыр. Добавляю немножко сыра. Еще раз перемешиваю. Я сегодня делаю Цезарь на троих. Причем один человек не ест рыбу. Поэтому я буду делать без занчоусов. Я не ем крутоны. Один человек ест все. Поэтому ему повезло. Он получит полный экспириенс. Немного соли. Много перца. Перемешиваю. Все. Я готов к подаче. Знаете, что я сделал? Я не буду лицемерить. Руки я мою регулярно. Перед едой. Перед готовкой. Вот так вот. Какая красота получилась. Салат не хранится долго. Его нужно есть сразу. Украшаем сыром. Вот так вот. Теперь в две порции я кладу крутоны. Когда салат будет есть, их можно перемешать. Они дадут некоторую хрусткость. Но я борюсь с лишним весом. Поэтому стараюсь крутоны не есть. Теперь сюда я добавляю немного анчоусов. А сюда я анчоусов не добавляю. И вот у меня получилось совершенно прекрасный салат Цезарь. Это реально салат достойный. Хотя история о том, как он, почему он так называется, длинная. Вот. Об этом мы сегодня дискутировать не будем. Можно загуглить. И что я иду к моим друзьям. Его срочно есть, пока он свежий и живой. Какая красота, а? Просто божественно. Мой любимый салат. Ни с чем не сравнится. Настолько простый и просто гениальный. Я пастеризую яйца в водяной бане 55 градусов 2 часа. Альтернативно можно вскипить крутой кипяток, подсолить, выключить и опустить яйцо на 90 секунд. Оно тоже будет готово. Все. Только роман. Только роман.